Всем привет, ребят! Добро пожаловать на Властелин колец моды Минорад. Сегодня у нас тестовые тактики. Вот вам котик от подписчика. А вот, собственно, комментарий, который выиграл под предыдущим роликом. Официально заявляю, что Пацифер племянник Люцифера. Он, в принципе, даже в рифму. Короче, я понятия не имею, как играть за гномов. Плюс я испытываю к ним реальное омерзение. Поэтому ролик не совсем обычный будет. В общем, я решил потрениться. Зашел к челику под ником Талион. Точнее, он ко мне зашел. Вот. Мы сыграли матч. Я попытался... Ну, я это не буду выкладывать, показывать вам, потому что это ёбаный стыд. Я проиграл абсолютно без шансов. Мы просто на меду сидели по 10 минут. Я не знал, что мне делать. Короче, я делал точно так же, как написано в челлендже. И это нифига не работало. Затем я захотел сыграть с ним снова. Он взял на этот раз Рохан. До этого он играл Гондором. И я решил стартануть в повозку. Короче, я решил играть не так, как написано в челлендже. А всё, что написано в челлендже, просто достроить уже к моменту, когда я буду как-то лидировать. Может быть, это немного неправильно. Ну, в смысле, не то, что вы ожидали. Но я вообще без понятия, как выиграть этот матч. Арбалетчики говно собачье. Короче, я смекнул, что он будет играть в Батю и Отступников. Потому что я стартовал с Барака в предыдущий матч. Поэтому я просто заобузил этот момент. И, ну, это не совсем показательно, конечно. Если бы он ожидал повозку, он бы просто их сразу же гриданул. Но здесь он, конечно, реагирует вполне адекватно. Он прожимает Отступление. Чтобы никого не терять, я сразу же делаю закладки, так сказать. Ну, как опытный наркоман на флангах. Чтобы, ну, во-первых, иметь контроль этих флангов. А, во-вторых, потом побороться за повозки. И тут ему очень сильно не фартануло. Он запаниковал, уже даже нажал на грейд. Но, сори, тут ловить нечего. Им жопа. На самом деле, прям, ну, вот реально не повезло Челику. Если бы он ушел в другую сторону, или я уехал в другую сторону, то он бы себя чувствовал просто прекрасно. А так, из-за того, что он здесь запаниковал, он еще и про этих ребят забыл. Ему-то надо было в какими-то, извините за мой французский, ебенями отходить. А он пошел прям напрямую. Может, думал, что отступления хватит. Но, в любом случае, два отряда отступников, плюс Теоден со старта, то по минус 900 монет. То есть, ну, такую игру не выиграть. Это надо быть нубом. Так что, сори, спойлер. Но, думаю, вы сами понимаете. Я строю еще одну повозку, чтобы дабл арбов сделать. Кстати, это технический тоже челлендж. Ну, по челленджу. То есть, потому что арбалетчики и арбалетчики. Вот. Дабл арбы очень даже нехило будут помогать. Ведь тех же, например, конных отступников, они... Типа вот две повозки с арбами, они за залп шотят. Вот. То есть, можно будет очень даже быстро отбиваться от них, если что. Ну, и, например, одну повозку отступники, если повезет, убьют. Почему, если повезет? Потому что у них скорость ниже, чем у повозки. И надо, чтобы, ну, реально, как-то подкрысил, что ли, внезапно напал. Но две повозки он не убьет. Они быстрее перестреляют их. Так, я ставлю два барака. Он в это время стрельбище. Ну, любой адекватный человек так же поступил бы. Нужны метатели, чтобы избавиться от повозок. Либо гамлин. Еще глянем на его бабосы. Бабосов у него не густо. Если бы не минус 900 монет, он, может быть, забрал бы тролля. Или забрал бы варгов. На этой карте можно нафармиться. Очень даже нехило. Так что такое... Ну-ка, давайте мотнем. Может, он заказывал? А, он заказывал Теодреда. И это, кста, ошибка. Все, что ему надо сейчас, вот в данный момент, ему надо избавиться от двух повозочников. И тогда жизнь станет лучше. Технически, конечно, Теодред их убьет. Ничего против не имею. Минус рабочий, кажется. Но, ну, кто будет с Теодредом драться повозками? Ну, камон. Надо было гамлинга строить. Это очень плохое решение. Да, он получил доступ к копейщикам, которые технически задефают его от повозок. Но то же самое могут сделать метатели. И намного лучше. Поэтому, ну, реально, идея с Теодредом говно. Так, в это время у него, как бы, копятся бабосы. Много войск он не строит. Строятся еще лучники. Он мид пошел захватывать. Я здесь повозки высадил. Я хотел забрать повозками вот это. Но начал понимать, что здесь какая-то дебильная ситуация. Он мне тут байтит, чтобы снести шахту. Если я ее теряю, то я теряю доступ к этому флангу. У меня здесь ничего нет. А у него там еще и герой. То есть, ну, задефать по-нормальному ее не получится. Поэтому я повозки вернул. Высадил их, чтобы можно было хоть что-то делать. И плюс я еще надеялся, что он на них забайтится. Я понимаю, что это уже байт прям на совсем идиота. Но, не знаю, я оптимист как бы по жизни. Поэтому я надеялся, что он поедет прям вот в двух метрах от копейщиков. Поедет за повозками и разобьется. Но, конечно же, он этого не сделал. Потому что у него есть мозги. Но, смотрите, неплохо так повозочники нарезают. И по всадникам тоже нехило так дубасили. Он пытался здесь что-то подфармить. Но копья как бы на готове. И тут он пытается захватить мид. Он снова использует... Он у меня выиграл этим. Он просто построил фонтан, статую. И сидел на миду. Держал таверну. Ну, классика. Типа, чтобы гном не юзал дейлов. Он же не знает, что я их не могу юзать. Он пытается сделать то же самое. Но на этот раз у меня как бы войск-то больше. Здесь есть повозки. Появился гамлинг. И вот он представляет реальную угрозу повозочникам. Но, к счастью, у меня по-прежнему больше войск. И обе повозки прокачаны до 5-го левела. Так что, смотрите, кста. Оп, переключил. И плевать на залп метателей. Пятую часть хп всего лишь снесли. Фигня полная. Немного покоцал гамлинга. Теодрит качнул 3-й левел. Кидает вышку. Замечательно. В вышку надо бы метать или засадить, кстати. Я сразу же пытаюсь эту вышку снести. А также я бегаю за этими конными лучниками. Потому что они также представляют угрозу моей повозки. К сожалению, я не знаю, то ли ему контроля не хватило. Но он решил не париться. Сейчас минус повозка должна быть, по идее. Там очень много урона, конечно, влетело. Но проблема в том, что он не засадил вышку. Никого это раз. Гамлинг фокусил. Обычный дномерфон и повозку это два. И благодаря этому мне удалось снести и вышку, и часть его пацанчиков. И повозки как бы выжили. Но... Может я забыл, но повозка, она должна сдохнуть. Появился драр и я начал уже строить арбалетчиков. Теперь-то, когда есть прикрытия, в принципе... Ну, они неплохие. Они дешевые. Они, кажется... Сколько они там? Да, они три сотни стоят. Они, по идее, даже сильнее, чем... Кодорские лучики. Но... У них дальность такая всратая. И в целом они какие-то... Я не могу даже сказать, почему они мне не нравятся. Но они сосут. Они не выигрывают матчи. Что-то не так. Они, может, в бога не верят. Вообще хз. Такие дела. Но, когда есть прикрытие, это очень даже нормально накидывают. К сожалению, прикрытие у меня не осталось. Но... Хитрый гном играет в выдержку. Потому что, как бы... Гном в Эткет очень много. И прям с заглотом сосал от конницы. Это еще одна причина, кстати, почему я гнома ненавижу. Поэтому моя тактика практически в любом матчапе брать выдержку. Не успел законтролить. Кинул обилку. И лучники... Ну, или арбалетчики, в нашем случае, все равно живут. Кстати, одна из самых лучших обилок второго тира. Между прочим. Не то, чтобы это был комплимент дномам. Но, все же. Так, копейщики появились у меня. К сожалению, ситуация для Талиона, ну, скажем так, не очень хорошая. Он никак не может собрать армию. Потому что много чего потерял. Стоит фонтан. Ну, в принципе, комментировать тут нечего. Не знаю, зачем он Эвин построил. Возможно, решил, что у меня будут... О, минус полоска, наконец-то. Что у меня будут какие-то толстые герои. Допоминаю. Он... Я не говорил ему, что я челлендж делаю. Так что он не знает, что я должен вообще делать. Ну, Эвин явно здесь лишнее. Надо больше войск. Билд мне тоже его не нравится. Я бы попытался через правую ветку сыграть. Ну, ладно. Не помню, может быть, даже Эвинса зайдет. Она могла бы Драра убить. Кстати, у Драра какой-то нереально большой радиус стрельбы. Даже больше, чем у фармера, мне кажется. Или просто у этих челленджиков меньше, чем у лучников. Поэтому так кажется. И из-за этого его хуже качать. Надо постоянно микрить. Отправлять его... Ну, поближе к арбалетчикам. Чтобы он получал экспой. Что у меня там? Два отряда всего лишь. Я пытаюсь сделать застройку. Потому что хочется же еще ульт Драра получить. Но... Такое дело. Совсем упоролся, кстати. Ни сигналки не захватываю. Не пытаюсь скаутить фланги. Но, правда, у него экономика не застроена толком. Так что тут... И эта моя ошибка никак не аукнется. Кстати, он мог бы... Вот, допустим, если бы не было Тео Дреда. И не было Элвин. И этого достаточно. Для большой пачки конницы. Что он может сделать? Вот выдержка. Он может... Допустим, построить два отряда конницы. Все оставшиеся конницы. Затем он отправил бы на меня два отряда конницы. Я бы, конечно же, испугался. Поражал бы выдержку. Затем он бы подождал, пока эта самая выдержка закончится. Выдержка длится, кстати... А я не помню. Секунд 30, кажется. Что-то около того. А билка под первый тир сделана. Здесь недолго. Там 20-30 секунд. Я не думаю, что больше. Вот. Легко это, кстати, посмотреть даже. Ну вот. И затем основную пачку конницы пригнать и продавить арбалетчиков. Ему всего одну атаку отбить. И он будет норм себя чувствовать. Либо другой вариант. Вместо Элвин. Пускай остается Теодрит. Вышечка может быть полезна. Время от времени. Кстати, ее бы поставить и туда засадить метателей обязательно. Чтобы арбалетчики не могли их фоксить. А они, в свою очередь, могли фоксить повозки. Сейчас будет минус пачка. Так вот. Построить вместо Элвин Элмера. А, он у него есть. Но поздновато все равно. Держать его в пачке. И качаться. До пятого левела. Рохан очень даже неплохо себя чувствует в защите. Кстати, станчик сработал. Как раз потому что выдержка в КД. Выдержка антистрах дает, если вдруг вы не знали. Ну и в итоге мы разменялись. Даже может быть немного в его пользу. Потому что войск-то, конечно, он много потерял. Но герои у него живы и подкачались слегка. Снова не заюзал. Ошибка. Отсюда бы еще можно было, ну, когда он держал таверну, друоданов построить. Не стоит их недооценивать. Очень хорошие лучники. Тоже вышки можно пихать. Есть еще вариант собирать стак конных лучников. Делать огненные стрелы, чтобы можно было контратаковать. Ну и просто сражаться. То есть, допустим, стандартные лукари с копьями контрят конных лучников. Да, это правда. Но попробуй их убей, когда они тебе экономику сносят. Допустим, три отряда с гамлингом подбежали. Биу-биу, нет фермы. Высадились гномы, они убегают. Вот такой вот геймплей. Думаю, тоже бы в этой ситуации неплохо бы он зашел. Он, кстати, засадил лукарей. Но тоже, блин, лучники. Ну, метатели же нужны. Я недоконтролил повозку. Можно ее забирать. Но нет. А вот были бы там метатели, она бы сдохла. Сто процентов. Так, Гендальф получил вот это вот. И я пытаюсь сейчас за счет фейерверков нафармить 10-й левел. То есть, я Драра подвожу поближе к Гендальфу. У него насточная толпа. Но, увы, не хватит. Появились огненные стрелы. То есть, он уже ничего не сможет сделать. Шестой. Рип. Седьмой. Кстати, сколько? 30 урона и набор опыта. Ну, неплохая тема, в принципе. Он даже, по идее, должен супер быстро в них качаться. Но... Как-то... Как-то на деле... Не, ну он хорошо качается. Не поймите неправильно. Но он не так, как, например, кольцевой Саруман. На Пеленорах. У нас Гаммер должен быть сейчас. Еще один левел. Получил восьмой. Ну и он уже понимает, что он не выиграет. У меня подкрепы. И тут стоят, и тут стоят. Вся карта застроена. Вся карта застроена. Контроль сигналок. Это не победить. Аж музыка грустная. Давайте промотаем чутка. Интересно, почему не сработало. Далеко, что ли, было? Я думал, радиуса хватало там. Гамлинг вылез. Кстати, я не БМ, я просто хотел качнуть драгу. То есть, я понимаю, что можно креп уже снизить. Хочется 10-й вэл. Ну, он практически его качнул. Вкусненько. Где он там? Ну, он 9-й с половиной. Не вижу, где он стоит. 9-й с половиной был на момент сдачи. Ну, что тут скажешь. Ну, гномы говно. Ненавижу их. Итак, финальная попытка. Выполнить чертов челлендж. Я попросил Талиона взять Харат. Чтобы было сложнее всего. Потому что... Матчап ужасный. Что я выяснил? Блин, я не знаю, будет ли этот видос отдельно или нет. Или, может, будет сметцован с другими. Так что, сори, если я буду какие-то вещи повторять. Ну, в общем, я осознал. А может, мне... Сейчас, погодите, мысли путаются. Не, ну, в мастерскую это же совсем отстой будет стартануть против Харат. Правильно? Что я выяснил? Играть просто в арбалетов. Вот, допустим, как стандартный гондорский билд. Типа, там, лукари, копейщики. То есть... Или как... Ну, у гнома тоже стандартный билд. Это копейщики и дейлы с таверны. То есть, так играть не получится. Арбалетчики сосут максимально. У них хороший урон, да. Но... Когда идет толпа на толпу, они просто сливаются. Это не работает. А... К несчастью... Матчап с Харатом еще и плох тем, что... В повозку не особо не поиграешь. У меня есть мыслишка. Сейчас, сек. Как можно поступить? Нет, мы так не будем. Там... Боблины у нас поход сет. Есть мыслишка, как можно давить его копейщиков. Я хз. Насколько то ли он... Понимает... Как играется этот матчап. Может, он не понимает. Тогда будет халява. Если он понимает... Если он понимает... Есть вариант заобузить это. А точнее... Нам надо сделать всадников... Сделать флаги. Это дорого, конечно. Построить Нарина. И кинуть выдержку. Вообще, даже без выдержки, по идее... Им будет жопа. Метателем я имею ввиду. Но если что, мы затестируем вначале. Если этого будет недостаточно, тогда еще и выйдешь. Тогда точно, стопудово... Будет норм. Но нужно как-то заставить его играть. Ну, любой нормальный игрок за харат. Если он увидит, что у противника спам копейщиков... Он должен строить метать. Самая легкая контракт. Я не буду бороться за мид. Я решил, что... Я только... Я только буду рисковать. И корчит не имеет смысла. На мой взгляд. Я не настолько хороший игрок за гнома. Чтобы пытаться конкурировать с ним. Поэтому... Давайте здесь воткнем. Мы попытаемся... Блин, ты серьезно? Уже сюда пошел? Вот же скотина. Нам нужны арбы. Вот так, иди сюда. Короче, я хочу забрать 4 криповаргов. 4. В таком случае... В таком случае... У меня будет куча денег. Хорошо. Он затупил. Тотем... Да бля... Он прям... Он контрит то, что я хочу сделать. Иди дерись за мид, скотина. Лады, лады, лады. Ну, гг. Пиздец. Он... Если бы я был на стриме, я бы начал орать, что он стрима палит. Это жесть. Ну, тут... Ну, тут вообще нечего ловить. Он как будто понимает, что... Что у меня нет выбора. Пытается этим воспользоваться. Ну, герьмо. Назад, назад. Ну, тут у нас патовая ситуация. Хорошо, лады, попробуем сейчас отбиться сверху хотя бы. Ну, там мы варгов забрали, так что нам как бы желательно... Желательно слева все забрать. Один крип варгов такой сейвовый. Который... Ну, скорее всего, будет моим... Блин, такое впечатление, что он с барака стартанул, если честно. Типа, супер странно. Сейчас сюда залезем. Так, варчантик. Разбираемся с ними по-быстрому. Хорошо. Строим Нарина. Потому что это метатели. Так, перекидываем их. Делаем флаги. Окей. План не устался. Блин. Ну, попробуем. Не знаю, как это сработает. Лидерка у него же сразу работает. Да, 25 брони. Окей. Вроде... Окей, задавили. Хорошо, этого достаточно. Плюс флаги. Сойдет. Нормас. Так, нам нужно вернуться, его мечников продавить. Ну, топей, топей его, господи, быстрее. Тупой ты баран. Слоны. Жесть. Так, хорошо. Я могу, по идее, подраться. У меня броня, варчантик. Не думаю, что он что-то сделает. Так, здесь мы отвалились. Берем еще один отряд. Так, здесь у нас что? Флаги сделаем. Так, лады. Нам нужен драр. Нам нужны еще арбы. Допустим, пошлем этих ребят по флангу. Ох, как хорошо. Он, видимо, халяву искал. Очень, очень, очень хорошо. Еще два отряда. Заберем это. У меня есть еще одна мыслишка. В теории, выдержка против слонов должна отлично работать. Так, 1400. Также драр нам должен помочь против слонов по той причине, что у него огненные стрелы. Поэтому сейчас копим ресурсы. И строим их. Ну-ка, не стрелы, болты скорее. Для ужасного. Так, тут проблем. Он что? Он проюзал походу. Ай, дерьмо, дерьмо. Нужно остановиться, попытаться спасти хотя бы кого-нибудь. Но, к сожалению, мне это, по идее, не удастся. Лады. Приходим. Тупые гномы. Ладно, воспользуемся этой ситуацией. У нас, че, блин, че я делаю? Я же гном. Че, блин, че ты в гном? Я не должен пешком передвигаться. Го, попробуем пойти в аванг, так сказать. Ай, ёпт, еще один слон. Как же не вовремя. Лады, лады, валим отсюда. Ух, нифига, он, он его фигачит. В нулину прям. Насчет выдержки я немного погорячился, но... Хорошо, хорошо. Это не так уж и плохо, в принципе. Так, мы держим две точки. Нам нужен рабочий. Я не помню, когда я потерял рабочего, но лады. Не страшно. А, слон уже там. Вот зараза. Ладно. Назад. Блин, вот... Вот теперь я знаю, где я этого рабочего потерял. Хорошо. Хорошо. Все сдохли. Так, этого отправим на Харас. Все, более-менее норм армия. Забираем деньги. Все, пусть дамажит. Так, мне кажется, мне понадобится еще один рабочий. И мне понадобится грейдануть барак, наверное. Потому что... С пределом у меня все плохо. Так, он засамонил мне всадников. Отлично. Этих можно разменивать. Блин, неплохо. Три отряда засамонил. Или даже четыре. Четыре! Найс! В эту фигню вообще никто не играет. Он наверняка не ожидал. Мне-то пофиг, что они сдохнут. Как бы они призывные. Что, рип-метатели. Так, здесь проблемка. Ну ладно, пацаны живы, пацаны живы. Так, пойдем хлебнем огня немного. Ладно, я грейдану еще и это. Так, не, ну. На слонах не хочу их сливать. Пусть они призывные, но... Все равно как-то неприятно. Надо быстренько сделать кучу очков командования. На разведочку. Захватил. Лады. Ох, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Быстренько. Оп. Блин, неужели рано кинул? Вот это вообще не пробует даже. Ладно, давайте так, давайте так. Нет, хреново, хреново. Хреново. Так, окей, выдержка нормально сработала сейчас. Все наши исчезли. Огонь мне нужен. Здесь какая-то лажа. Нет, нет, я понял. Я понял. Блин. Хорошо. Полная лажа. Без огня не получится. Так, возьмем сейчас... Еще этот отрядик. Пойдем формить себе очки дополнительные. Так. Блин. Не хочу всех грейдить. Потому что они уж говно убитые. Но хоть кого-нибудь. Нормально. Так, нормально, нормально. Поджег его. Там еще один слон. Так что надо аккуратнее. О, скорпы. Попался. Мы с ними разберемся. Сначала задавим пацанов. Нет, мы с ними не разберемся. Назад. Так, сюда пойдем. Построим еще одну шахту. Приветики. Не буду. Надо его забайтить. Пусть думает, что я боюсь его армию. Ну, в смысле, скорпионов, скорее, чем армию. Блин. Ну, сейчас хз на самом деле. Еще скорпы. Братишка. Откуда у тебя столько денег? Контр-атакуем. Я так подумал. Может мне билд поменять? Просто зачем мне Гендальф против слонов и скорпионов? Это же маразм. Правильно? Можете не отвечать. Правильно. А, блин. Я думал, он собирается атаковать. Так. Надо прочекать, есть ли у него дары. И попытаться, наконец-то, снести эту Мамакиню. Он играет? В слонов? А, ну, блин. У него нет даров. У него же скорпы. У меня же шизоид. Проснулся. Сейчас. Еще, 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 еще. Отлично. Так, теперь это. Попытка снести слонов. Да, проблемки. Я немного расслабился. Нужен еще один рабочий. Но мы от слонов сейчас избавимся. Как бы радость кое-какая есть. И чего у меня остается? Пара кусков арбалетчиков. Ну, такое себе. Нам бы еще, по-хорошему, нам бы еще повозочку построить, которая бы их бафала. Но я не хочу рисковать. Так, ладно, сносим этот тотем и валим отсюда. Пить воду. В смысле, точнее, огонь. Пить огонь. Ну, или по-нормальному греться в огне. Но так как гномы сделаны из камня, звучало как будто я сказал камня. Я имел в виду камень. Из камня. Ну, который, конечно же, сделан из... Извините. А почему я вообще ввел? А, ну да. Я не удивлюсь, если они могли бы пить огонь. Такой жидкий огонь. Так, нам бы вот это еще потом закрепить. Зад. Давить можно, но эти слишком покоцанные. Некомфортно, короче. Сбегаем туда. Так, у нас все шикарно. Офигенно прям. Давайте вкинем баблосы в броню, потому что скорпионы как бы не предвещают ничего хорошего. Возьмем день дурина. И уедем. Так, вижу скорпы. Я не удивлен. Сейчас разберемся с ними. Наверное. Так, хлебнем отсюда немного. Так, я это сделал. Отлично. Там есть еще грейд на хпшку. Вот он. Все, я думаю, нам пока что хватит. Три скорпа могут крепу забрать. Вообще без проблем. Братан, не получится у тебя это. Так, барак третьего левела. Снесем. Стоп, я разве не... Герой должен убить. Или они все вроде в ближнем бою должны иметь возможность его замочить. Так, хорошо. День дурина. Гномы становятся просто чудовищами под этими бафами. Если бы еще повозку... Он забрал же. Да. Так, сейчас пробежимся. Посмотрим еще шкарпа. Одного. Хотя я видел, что там еще несколько бегали. У меня есть копейщики на всякий случай. Как будто... Нет, ошибки нету. Казалось, будто там он где-то заныкался. А, вот он. Вот он. Он его... Он его закопать забыл. Ну все, мы его убьем. Если вдруг вы не знали, если скорбь закапывается прямо перед вашими войсками, то он не будет невидимым, если еще. Его будет видно. И войска ближнего боя могут его убивать. Дальники не могут. И по идее... Тут я немного не уверен, но по идее, даже если скорбь он закопался, если вы подходите вплотную, вы по идее должны... Все равно его видеть. Уметь возможность. Так, но у него недостаточно войск, так что мы, в принципе, должны выиграть. Я не буду сейчас рисковать. А, смотрите, смотрите, что делает. Пытается крепость нести. Останавливайся, пожалуйста. я хочу по красоте да блин он нет даже по зданиям не дамажит но я на крепу ссори пацаны это вроде как бы победа я закину на крепость ульт потому что он уже сдался по сути он большие планы видимо имел по поводу под крыса с карпами ну что-то такое всем спасибо за внимание большое спасибо всем кто стал моим спонсором в описании ролика вы найдете ссылки на скачку этой игре много чего еще вчера у какао